Всем привет, друзья! Сегодня посмотрим на лично мною очень долгожданную и горяченную новинку от Такома. Модель одного из самых известных и узнаваемых в мире боевых вертолетов. AH-64E, Apache, модификация Guardian. Еще и в 35 масштабе. Да, это мой любимый масштаб для моделей вертолетов. В нем они уж очень зрелищные получаются при сборке. С самого анонса этого набора очень ждал, когда же он появится в продаже. Даже думал с Али его уже заказывать, так как он там раньше всего появился. Но все как-то из возможных форс-мажоров при доставке не решался. А тут и в местных магазинах предзаказы начали уже выкатывать, а кое-кто и физически модель привез и продавал. И тут, кто бы мог подумать, никогда такого не было. И вот опять выручила меня с этой новинкой модельная лавка. Оперативнее всех сработало. Ну и я не мешкая выкупил свой экземпляр. Кстати, по ссылке в описании найдете промокод, по которому для своей первой покупки в модельной лавке можете сэкономить приятную сумму. Вы знаете, что делать. Теперь эта модель у меня на руках, потому с большим удовольствием хочу одновременно вместе с вами в деталях с ней познакомиться. Устраивайтесь поудобнее, подтаскивайте чай с вкусняхами. Я начинаю свой обзор. Ну и перейдем на мой рабочий стол, где знакомиться со всем, что идет в коробке. Будет намного удобнее. Приступаем. Коробка, кстати, поменьше будет, чем с Black Hawk в том же масштабе. Ну и примерно такая же, как у Viper от Akadema, что я ранее на канале собирал. Ну а так нас встречает неплохой детально прорисованный бокс-арт. Был бы он одним постером. Я бы с удовольствием его над рабочим столом в рамочке разместил. Также на арте небольшая перепись того, что идет в наборе. И легкий такой намек на одну из самых полезных в моделях вертолетов фишек. Это возможность складывать лопасти, плюс система стоек под них. Что тут еще по коробке? На одной боковинке инфа двух вариантов индивидуальных маркировок. Ну а на другой стороне каким-то чудом им удалось разместить все летники и прочие комплектующие в наборе. Неплохо так насыпали. Настраивать на интересную сборку. Да, забыл сказать, а патч от таком вышел сразу в трех вариантах наборов. Первый вариант с версии AH64D Long Ball. Второй вариант это тот, что у меня. Модификация E Guardian. И еще один с такой же модификацией E, но посвященный экспортным вариантам этой вертушки. Если сильно не вдаваться во все мелочи, то основное различие этих наборов в декалях и литнике с выхлопной системой. Ну а в экспортной E еще немного смолиных антенн отдельно идет. Ну а что же в самой коробке идет, давайте поскорее заглянем внутрь. И по традиции свое знакомство начну с инструкции и прочей макулатурки, что шла с ней в комплекте. Ну а потом и к пластику перейдем. О да, тут еще в пакете с инструкцией и других ништяков насыпали, но о них чуть попозже. Итак, чем нас порадует инструкция, какими подсборками в этой модели. Встречает нас традиционная перепись литников, видно набор богатый, многие литники идут аж в двух экземплярах. И первая подсборка по традиции для авиамоделей это кокпит с фюзеляжем. Обязательно возьму для этой модели 3D декали и как их сделают. Вот спрашивал у квинты в группе, они сказали, что в планах. Далее после кокпита с фюзеляжем идет подсборка основного ротора с автоматом перекоса. И судя по всему мелочей в модели будет немало, так что готовим острые односторонние бокорезы. Далее идет сборка фюзеляжа, остекление тут же нам сразу предлагают вклеить. Но я бы его оставил на финал всей сборки. Тут же интересная подсборка по автоматической 30-мм пушке М230. Далее потихоньку фюзеляж обклеиваем мелочами, сенсорами, антеннами и тому подобным стаффом. Сборка и установка переднего оптического прицельного модуля. Возможно его получится даже подвижным сделать, это мы посмотрим потом. А вот и до щек нашего апачи с авионикой и стойками шасси добрались. И кстати этой самой авионике, что идет под кабиной, тут отлить не забыли. Можно отсеки с ней сделать открытыми, будут очень круто смотреться. Далее по инструкции опять многочисленные антенны и мелочи. Этим апач богат. Следующий шаг сборка полукрыльев под пилоны с вооружением. И вот еще одна крутая фишка моделей. В ней и движки, мало того, что из коробки сразу идут, так еще и детально сделаны. Соответственно и мотогондолы с ними можем сделать открытыми. Ну и тут же заодно с движками собираем их характерную для E-версии апача, выхлопную систему направленную вверх. С детально проработанными движками и всем сопутствующим закончили. Далее под сборки по хвосту и все еще не заканчивающиеся мелочи. Да сколько их в этой модели. Колеса шасси собираем из частей. Удобнее красить будет и скорее всего монопластике посмотрим. Детализация у них будет хорошая. Следующий шаг. Собираем задний винт и его основание. Ну и переходим к под сборкам по главному винту. В этом наборе лопасти можно сделать в сложенном положении. Это лично для меня в моделях вертолетов, в крупных особенно масштабах, самая желанная фишка. А то на полку-то как ставить? На ось винта можем поставить, ну а можем и не ставить. Модуль радара. Характерный такой гриб получается. Есть тут такая вариативность при сборке. Ну вот мы и до вооружения дошли. Сборка пилонов с направляющими и самих хеллфайров. По инструкции все выглядит очень детально проработанным. Тоже например оперение ракет, выполнено фототравленными деталями. Второй тип подвесного вооружения, по традиции для вертолетной техники, это пусковые установки под нары типа гидро. Ну и если решим делать нашу модель с разложенным винтом, то в целом на 30 шаге инструкции мы видимо и заканчиваем. Но если решите собирать в сложенном, как это буду делать я, то идем дальше по подсборкам как раз того самого анонсированного на коробке бонуса. Это сборка системы крепежа лопастей в сложенном транспортном положении. Очень нужное и крутое дополнение. Тут от меня без заговорочный респект и уважуха за такое такому. Ну и в конце инструкции схема размещения декалей с техничкой. И скромная цветная вставка с тем, что и как и каким цветом рекомендуют нам тут красить. Ну и куда пару индивидуальных декалей с эмблемами клеить. В общем-то по инструкции все. И друзья, такой проработке детализации я был приятно удивлен. Вот уж не думал, что таком на такое способны. Для меня всегда модели этого производителя были, скажем так, не то, на что я бы потратил свои кровные. Эта фирма старалась настолько упрощать свои модели и максимальное количество деталей отливать сразу заодно с более крупными модулями. Что и интереса такое собирать у меня как-то обычно не возникало. Да и общая детализация упрощенная чаще всего была у них. Ну а тут такое, может кто-то по лицензии для них эту модель разрабатывает, например тот же бордер. Хотя ладно, самое главное, таком действительно начали интересные модели выпускать и подтягивают их общее качество. Ну а я предлагаю вернуться на рабочий стол, где продолжить наше детальное знакомство с тем, что шло в коробке. А вот теперь посмотрим, что же шло в общем пакете вместе с инструкцией. Начну с набора декалей. Один и самый большой лист выделили на всю техничку. Половина конечно от этого листа на Hellfire уйдет. Ну а вторая половина в принципе все необходимые маркировки, что нам нужно. И второй мини-листочек с декалями из набора. Тут уже разместились индивидуальные маркировки и эмблемы на два варианта. Первый вариант это борт 1-й кавалерийской дивизии и второй вариант борт 16-й авиационной бригады. Ну что друзья, угадайте какой борт буду делать именно я? Пишите ваши догадки в комментах. На декалях с делами бумажными закончили, пошла прочая комплектуха. Вот такая мелочевка еще была в пакетике, проволочка под какие-то задачи, напечатанные смоляные штифтики и металлические пины в отдельном пакетике, видимо для лопастей. Патронопровод до 30-ти миллиметровой пушки сделали из прорезиненного материала, это хорошо, будет удобнее его устанавливать и гнуть. А вот и комплект фототравления. Пять плат, тут и все решетки с сетками, базы под внешние модули, оперения Hellfire, антенны, ремни на кресло в кокпит. В общем все самое необходимое тут есть, за такой плюс производителю в карму. Вот и добрались до пластика, пришло время с ним познакомиться. И первый литник, что встречал меня с самого верха общей горы, это литник Q с прозрачными деталями. Деталюх немало на литнике, ну и самое интересное конечно тут деталюхи, это основное остекление. Литье на них аккуратное, детальное и чистое, за таким остеклением отлично весь интерьер кабины будет видно. Единственное жаль, что в этот раз окрасочных масок в комплекте к модели не было, но ничего страшного, сделаем сами. Следующий литник Q со всякой мелочевкой, по нему особо сказать нечего. Литье чистое, качественное, без артефактов. А вот и половинки фюзеляжа, да тут 35 масштаб во всей красе, половинки сразу отлиты крупными цельными деталями, элементы расшивки на них, клеп, лючки и прочие мелкие детали, все проработанное и отлито на очень высоком уровне. Все специально для вас кадром покрупнее покажу, ну и стоит ли говорить, что артефактов литья, облоя, утяжин, каких-то следов от толкателей на самых видных местах тут не обнаружено. Надеюсь и со стыковкой при сборке тоже будет все отлично. Следующий литник R и тут расположились части основного винта, но в большей массе детали системы стоек под сложенные лопасти. Следующий литник F, что тут из самого интересного и яркого, это база к 30-ке и сама 30-ти миллиметровая автопушка, ну а также деталюхи ротора главного винта и деталюхи плюс сам задний винт. Качество литья и детализация тут также без нареканий, думаю об этом можно уже и не повторяться. Следующий литник M, а может быть Ш, смотря как повернуть. Тут все, что относится к кокпиту. Ванна его, детально отлитые перегородки и даже сразу с имитацией проводки до щитков. Приборные панели тут же, прицельные модули, ну и всяческие рукоятки управления вертолетом. Все очень круто будет смотреться, даже если решить свою сборку делать без цветного травла или 3D-декалей. Но для еще больше красоты я бы все же взял 3D-декалей набор. 35-й масштаб и чистое объемное остекление на это нас подталкивают. Идем дальше, литник P, и тут из интересного отлит радар на винт, стойки и прочие деталюхи на шасси, передние части моторных отсеков, ну и прочие деталюхи. Литник D, тут деталь. Далее выхлопной системы E-версии Apache и суть по всему версии Longbow именно этот литник свой. Далее первый двойной литник A. Все что касается навесного вооружения, это гидры и халфайры, все тут. Также резина основных шасси, протектор на ней присутствует, кресла в кокпит с их бронекапсулами, часть основного винта, куча прочей мелочевки. В общем, самые многочисленные повторяющиеся детали тут было решено поселить. Что еще в коробке нас дожидалось? В отдельном пакетике шло сразу несколько лишенных личного литника крупных деталей. Это пара вот таких деталюх. И самые зрелищные, это как я их называю, щеки Apache с детально проработанными отсеками с авионикой. А в Vipers Academy я помнится эти отсеки с наполнением отдельно покупал, а тут все из коробки. Еще один двойной литник из набора, хотя тут можно назвать его, наверное, четверной, так как тут объединено два литника G и J. На G отлиты детально проработанные диски колес, шасси и блоки тепловых ловушек, а на G лопасть основного винта. Ну и последний двойной литник из набора, литник L с деталями двигателей. Ну а теперь самый последний литник уже всего набора. То, что на самом дне шел, все оставшиеся самые крупные детали модели определили сюда. Тут хвостовое оперение, полукрылья, пилоны под них под вооружение, крышки моторных отсеков, ну и детали перемычек-фюзеляж. Ну вот и закончили мы свое знакомство с всей комплектацией модели. Что ж, подведем итог, и новинка у такома получилась зачетная. А для меня вообще, как для любителя вертушек в крупных масштабах, стало мастхэв к приобретению и сборке. Порадовало также детализацией качества литья. Из коробки мы получаем самодостаточный набор. А если уж хочется чего-нибудь из автормаркета на него нахватить, тут разве что 3D декалей взять, когда они выйдут. И больше ничего не нужно. Присутствует вариативность сборки, это тоже несомненно плюс. И кабину, и остекление с авионикой под ней, и даже моторные отсеки можем сделать в открытом положении и выставить на показ весь модельный разврат. У вас много места на полке, собираем апача с разложенным винтом. Не очень много места, тоже не беда, система складывания лопастей присутствует. И даже крепежными стойками с трубцинами нас не обделили. Также таком не забили и все необходимое фототравление в комплект доложили. Мне впервые попадается такое, чтобы на Hellfire в из коробки шли травленные стабилизаторы. А уж сколько и в каких масштабах я эту систему с ракетами пересобирал. Везде, да почти в 100% случаев, Hellfire лили с толстенными пластиковыми стабами. Ну и что получается? Набор этот для любителей вертолетной тематики по всем пунктам шикарнейшей и талонной. Мой внутренний хомяк доволен обновкой. Может еще, конечно, окрасочные маски могли доложить в из коробку. Но тогда мне уж совсем не к чему было бы придраться. Как эта модель будет в сборке и что по стыковке деталей, это тоже очень интересные вопросы. И на них я вам отвечу в отдельной серии видео, посвященных непосредственно сборке этой модели. Все, как обычно, в деталях вам покажу. Так что не переключайтесь. Единственное, сразу могу я вам сказать, что этот набор не подойдет прямо начинающему моделисту. Уж очень много в нем мелких деталей и подсборок на их основе. Плюс кое-где придется с миниатюрными травленными элементами повозиться. Но если ваша душа моделиста того просит, я никак не могу вам что-то запрещать. Ладно, друзья, буду с вами прощаться. Честно, меня сегодня новинка от такома приятно удивила. Мнение об этой фирме у меня определенно улучшилось. А если они еще один свой вертолетный анонс реализуют, если это была не шутка, я прощу им все. И даже то, что они мне однажды вместо нормальной арматы в свой набор какую-то мыльницу подсунули. Ладно, друзья, обязательно пишите, как вам новинка. Собирали что-то от такома? Делитесь своими впечатлениями о тех сборках и наборах. Будет интересно почитать. Остались какие-либо вопросы? Welcome в комменты. Они всегда для вас открыты. Для всех, вновь прибывших на канал, не забывайте прожать подписку, пробить в колокольчик, поставить оценку данному видео. Есть желание, поддержите развитие канала донатом. Все для этого, все полезные ссылки вы найдете в описании под каждым видео. За любую поддержку канала от меня заранее огромная благодарочка. Творческого вам настроения, сговорчивую жабку и рассудительного личного хомяка. До следующего видео и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok